наша задача перезагрузить это дело в контроллер давайте загрузим контроллер просто нажимаем кнопку upload device и тут у нас есть несколько вариантов действий наших а сейчас он нам генерит уже из наших всех выстроенных файл бинарный значит как всегда галками отмечено что будет грузиться что не будет галки которые снять нельзя это файлы которые обязательны для загрузки остальные галки можно поснимать протокол configuration мы загрузим лог загрузим и всего configuration можно загрузить я не буду мне там ничего такого терра можем загружать не загружать ну вот значит здесь мы расставляем что будем загружать что мы будем первое кстати если мы парали поставили пароль но не загрузили письмо так дальше здесь соединение это может быть либо ethernet это может быть usb это просто кабель обычный usb с одной с другой стороны соответственно с одной стороны обычный usb с другой микро либо вот в больших контроллер там usb как в принтере здесь соответственно если она соединение есть здесь значит появляется и и последняя экспорт ap это собственно создается по специальный файл совершения ap1 вот его уже вы можете на флешку положить на флешке надо создать папку апгрейд в папку апгрейд положить этот файлик сунж контроллер зайти в меню апгрейд выбрать ваш этот файлик и нажать интер можно сделать авторан и спасать галку авторан то когда вы пьете она сразу попросится обновляться папку апгрейд теряется и вот здесь спроить confirm она спросит подтверждение там спасибо будем обновиться если снимите галку но что будем с подтверждением вам когда контроллер обновиться и будет перезагружаться вам надо успеть ее выдернуть потому что перезагрузится увидит флешку опять начнет перезагрузиться поэтому я не рекомендую снимать но это раз второе значит вы можете подмешать сюда если скажем у вас контроль со старой персоной системой вы хотите обновить ее вы можете подмешать операционку на ночь поставить залку указать путь где ее взять нашли сказали положили дальше веб-кит здесь вот вот здесь не надо распакованный файл вы кладете тот самый архив который скорее всего скачали zip скачивается он с интернета с кс и карелком вот в таком виде сейчас вот принципе неважно как он называется но вот туда и кладете вот эти вы сами через ftp кладете по прочь и теперь уже в распакованном а если вы сюда подкладываете здесь архив в общем вы создаете этот аппет в том виде в котором вам нужен сохраняете его вы нажимаете кнопку экспорт сохраняется где-то на компьютере можно можно сохранить и все и дальше вы можете у вас есть следующая возможность его использовать значит вы можете взять ftp соединение подложить папку апгрейд этот файл там он у меня несколько лежит ну вот а значит у вас есть возможность взять флеш накопитель создательную папку а вы туда положите этот файл сватунь флешку в контроллер зайти в меню апгрейд и там это увидится все у вас есть возможность через той же usb как mass storage девайс положить этот файл в эту папку апгрейд руками проводник ну и послать ее по почте поскорить там все то же самое делать значит я пользуюсь обычно самым прогрессивным способом обновления софта по эзернету сейчас у меня ведь я на работе сам несколько этих девайсов меня здесь роутер они все включены в этот роутер я очень не запарился просто здесь выбираю опишите все выбрал значит я нужное мне соединение оплоуды кстати си факторы си факторы это вот он все было программ вот она есть и си дизайна не обращайтесь не может запустить стендалоном но она там и на будет сказать какую детской фигурации готова окей все больше нам это не нужно но давайте зайдем туда через веб-интерфейс ух ты какой-то шумный ну нет не сделала писателя это какая-то это какая-то тревога интер ну видите здесь какая-то тревога случившаяся там видите регистрируется и момент появления тревоги и момент ее сброс 28 стал 42 процента влажности стало пошло но все все что мог я сделал для вас